Друзья мои, а помните ли вы того неугомонного юношу, который нам всегда с той стороны камеры задавал вопросы, звали его Саней, мы его никогда не видели? Я еще им диагноз тогда поставила, что он Дрочилы Московский. А он не так плох, потому что сегодня он пришел с девушкой. Ну, по иронии судьбы, ее тоже зовут Саня. И сейчас она нам будет задавать вопросы. Саня, какие у тебя накопились женские вопросы? Подскажите, пожалуйста, нормально ли это, что мой парень занимается мастурбацией? И как вообще на это все реагировать? Фу ты, елки-палки, значит он это продолжает делать. Я его учила-учила, лечила-лечила, чуть ли не пример показывала. А он все равно это продолжает делать. Как часто он это делает? Я думаю, пару раз в неделю это все бывает. А вы его в ванне, что ли, застукивали? Нет, по звуку определяю. А зачем вы прислушиваете, когда человек моется? Так получается. Ну хорошо, а секс у вас бывает? Да, конечно. А сколько раз в неделю? С такой же периодичностью. То есть, как бы, он вас не обижает и сам где-то там догоняется? Да, все верно. Санечка, это абсолютно нормально. Нормально. Конечно. Потому что, когда он с вами, он полностью отдается партнерству. И он черпает свое влечение от вас, от предвкушений следующего секса, от переживания позитивных впечатлений и волнующих ощущений предыдущего секса. Из окружающей среды. Ой, кругом какие девушки идут. А моя-то, моя-то лучше всех. И так далее. И вот все вот эти мысли, фантазии по крупицам складываются у него в голове. И для того, чтобы к следующему вашему разу у него накопилось такое полноценное желание поиметь именно вас, он должен сначала его, знаете, это желание актуализировать, как бы сформировать из воздуха, как бы соткать из эффекта кулиджа влечение к одной единственной девушке, к своей девушке Сани. И делает он это вручную. Как и все прочие, это абсолютно нормально. Я вам больше скажу, не теряйте время, не прислушивайтесь. Пусть моется человек спокойно, но пусть он иногда это сделает три раза в неделю. Вам же хуже не будет. Более того, чем больше вы даете ему возможности это делать, тем больше он потом это переносит на вас. Вы сами можете делать это иногда с той же самой целью. Обострять, актуализировать, сохранять, депонировать ваше половое влечение. Ну и когда вам с ним станет особенно скучно, вы можете это делать вместе друг с другом, друг перед другом, завязав глаза друг другу, руками друг друга. В общем, нет пределу вашей фантазии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!